Всем привет! В этом видео покажу вам, как сделать такого пингвина. Он делается с помощью ковровой вышивки. Все детали пингвина сначала вышиваются, а далее отрезаются и сшиваются в единое изделие, добавляя при этом текстильные элементы в виде шапочки, клюва, лапок и так далее. Такого пингвина можно сделать самостоятельно, а также приобрести готовый творческий набор. Ссылка на него будет в описании. Перед началом работы заправьте пряжу в углу, а канву в пяльцы. Заправляя канву в пяльцы, помните, что ее нужно натянуть очень хорошо, иначе ковровая вышивка может не получиться, натяжка должна быть барабанной. Еще следует отметить, что натягивать ткань нужно крест-накрест. Чтобы заправить иглу, нужно вставить нить-обдеватель с острого конца, в него просунуть пряжу и вытащить обратно. Теперь кончик нити нужно просунуть в ушко иглы. Когда мы подготовили все материалы, можно приступать к вышивке. Начиная вышивку, аккуратно вставляете иглу в ткань до упора, далее вытаскиваете, делаете небольшой отступ и вставляете иглу еще раз. С изнаночной стороны, на которой вышиваете, у вас будут получаться стежки, а с обратной, то есть лицевой стороны, будут получаться петли. Иглу держите таким образом, как на видео. Ушко иглы должно смотреть назад. А вот как вставлять иглу в ткань, нужно приноровиться. Можете попробовать вставлять иглу ровно или под углом. Как вам будет удобно, так и вышивайте. Начинать вышивку нужно по контуру наброска. Сначала обводите контур и потом заполняйте внутри все пространство. Во время вышивки следует помнить несколько правил. Во-первых, вытаскивая иглу из ткани, не нужно поднимать ее высоко. Помимо этого, делайте одинаковые расстояния между стежками и строчками, чтобы вышивка была однородной. Расстояние между проколами должно составлять примерно 3 мм. А строчки должны располагаться почти впритык. А еще во время вышивки постоянно нужно следить за тем, чтобы нить была распутана. Если нить где-то застрянет, то вышивка получаться не будет. Если вы заметили, что пряжа где-то натянулась и при проколах не получаются петли с лицевой стороны, нужно вернуться назад. Протяните пряжу через иглу, сдвиньте обратно волокна ткани и вышивайте по этому месту еще раз. Большое преимущество ковровой вышивки в том, что не нужно целиться ровно в отверстие конвы. А также можно двигаться и вышивать в любом направлении. Вы можете попробовать вышивать ровными линиями вдоль конвы, либо постоянно двигаясь по контуру наброска. Когда закончили вышивать какую-то деталь, аккуратно протягивайте нить через иглу и придерживайте ее у основания. Теперь с небольшим отступом можно отрезать нитку и приступать к вышивке других деталей. Сторона, на которой вышиваете, изнаночная. На лицевой же стороне получаются петельки. Поэтому можете не расстраиваться, если у вас идет все не очень красиво. С лицевой стороны все равно будут аккуратные петельки и вышивка. Почти все детали вышиваются одним цветом. Но одна немного отличается. А основной ее фон будет вышиваться другим цветом. А кусочек сверху, это передняя часть пингвина, будет вышиваться таким же цветом, как и все остальные детали. Обратите внимание, что лицевая деталь пингвина имеет разную разметку. Например, кружок, который нарисован, вообще не нужно вышивать. К этому кружку будет пришиваться клюв. Кстати, сделать это будет легче до того, как обрежете все детали. Если у вас что-то не получается во время вышивки, вы всегда можете обратиться к нам в комментариях. Мы рады будем вам помочь. А также нам важно узнать, с какими трудностями вы сталкиваетесь. После того, как вы вышили все детали, можно пришить клюв и вставить глазки. Для этого возьмите желтую ткань, сложите ее вдвое и прошейте по контуру. Далее нужно вывернуть и наполнить лапки и клюв холофайбером. Лапки мы будем пришивать попозже, а вот клюв можно пришить сейчас. Также аккуратно вкрутите глазки и закрепите их с обратной стороны пластиковыми держателями. Старайтесь вставлять глазки на одинаковом расстоянии. Аккуратно вкручивайте их в ткань между петель. Иногда игла задевает уже готовые вышитые петли. Из лицевой стороны образовываются длинные петельки, которые можно просто отрезать или заправить обратно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь можно отрезать детали. И приступать к сборке игрушки. Отрежьте ткань с отступом в 1-2 см. На некоторых деталях нужно сделать еще подрезку, чтобы конва могла загибаться внутрь. Когда делаете надрезы на ткани для подгибов, не прорезайте до конца до вышивки. Оставляйте ткань немного недорезанной, а то конва начнет распускаться, а вместе с ней и вышивка. Кстати, во время сшивания деталей, если у вас будут торчать нитки конвы, их нужно отрезать. Ни в коем случае не тяните за них, иначе все распустится. Чтобы сделать крылья, приложите зеркальные маленькие серые детали друг к другу изнанкой и прошейте по тайным швам. Сторону, которая пришивается к игрушке, можете не прошивать. Возьмите две большие серые детали. На них нужно сделать защипы там, где небольшие треугольники. Так голова будет иметь интересную форму. Теперь, приложив их изнанка к изнанке, прошиваем по одной стороне. Прошивать нужно по тайным швам. Для этого перекладывайте детали друг к другу изнанкой, аккуратно подгибайте конву внутрь и прошивайте по тайным швам. Вставлять иглу во время сшивания нужно очень близко к вышивке. Продолжение следует... Когда сшили две серые детали по одной стороне, можно пришивать переднюю белую деталь. При этом не забывайте внизу вставить лапы, а по бокам крылья. Белую деталь лучше всего начать пришивать с середины, либо сверху, либо снизу, а с другой стороны зафиксировать временным стежком. Так игрушка не перекосится и будет красивой и ровной. Если игрушка сшита достаточно, можно в нее уже начинать вставлять холофайбер. Например, когда полностью прошили голову, можно в нее немного вставить наполнителя. И в самом конце, оставив небольшой незашитый участок, набить игрушку до конца. И только после этого приступать к окончательному сшиванию. Продолжение следует... Прошивая игрушку по одной стороне, я забыла вставить крыло. Поэтому теперь пришивать крыло не очень удобно. Ну вот и все, игрушка почти готова. Осталось завязать шарф и сшить шапку. Для того, чтобы сделать шапку, сложите деталь вдвое. Прошейте по одной стороне, а сверху полукругом. Потом выверните и сделайте подгибы. На верхушку нужно пришить мягкий помпон. Чтобы шапка и шарф не потерялись, их можно пришить к пингвину. Шарф можно не сшивать, а сложить его несколько раз и просто обвязать вокруг шеи пингвина. Теперь игрушка полностью готова. Можно подарить ее другу или поставить на полку. А еще ее можно использовать как брелок. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Будем рады подписке и лайкам. До новых встреч!